Желание просто убить время, найти новых друзей или же заработать. У каждого студента разная мотивация выезда на целину. Для молодых людей это синоним рабочей командировки. Например, Ольга Баженова жить не может без атмосферы летнего лагеря. Поэтому выбор рабочей компетенции в пользу вожатого даже не подвергался сомнению. За два года в студотряде девушка отработала несколько смен в Орлёнке и Жемчужине России. И каждое такое рабочее лето помогает Ольге зарядиться позитивом на несколько семестров вперёд. Вожатые люди, которые едут за вдохновением, за атмосферой, за эмоциями. Костры и гитарные песни это отдельная любовь всех вожатых. Помимо детей, вот таким маленьким особняком это держится. И это то, к чему хочется возвращаться. Несомненно, это даёт заряд энергии, это в то же время и выброс энергии. Ты даёшь и ты получаешь. Отдельная тема это значки бойцов студотрядов. Их много и они бывают разные. В их числе региональные, которыми любят делиться студенты. И за отработку целины. Но самая важная эмблема всего одна. Самый важный значок это значок моего отряда. Для каждого, наверное, бойца. Самое важное это его отряд. Отряд это люди, которые его окружают, с которыми он проводит и год вне целины, и выезжает на целины. Это самые близкие люди в студенческих отрядах. Именно идея товарищества заставила Анастасию Равенкову вступить в студотряд. Но в отличие от Ольги, девушка выбрала работу проводника в поездах. Кто-то скажет, первая героиня хотя бы море видит. А в чём удовольствие закрыть себя на всё лето в вагоне? Анастасия бы ответила. Удовольствие в путешествиях. За два лета она объездила всю страну вдоль и поперёк. Какое место, какая область, на твой взгляд, была самая живописная, самая красивая? Мне очень понравилось в Карелии. Мы ехали в Мурманск. Карелия, конечно, это отдельный мир. Это прям природа, как будто в русских сказках. Вот чуть-чуть. И сейчас выйдет медведь, там будет река горная. Это очень красиво. Кроме романтики, хорошая причина закрыть себя на лето в вагоне – это деньги. За два лета Анастасия полностью оплатила свою учёбу в БГТУ. Хорошо получают и строители. Алишан Абасов, например, дважды ездил в командировку на Ленинградскую атомную электростанцию. Занимался бетонированием второго реактора. Парень учится на строителя, поэтому такая целина для него – это ещё и хорошая практика. За два года работы на станции уже получил рекомендацию на работу. В общем, уже ждут нас, кто там работал после учёбы на работу. Кроме строителей, вожатых и проводников, есть ещё несколько компетенций. Медики, спасатели и сервис. Куда пойти – каждый сделает свой выбор. Илья Лядвин, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на Амире Белогорья.